Иисуса Христа мне друзья, поэтому я к вам так обратилась. Здравствуйте, дорогие друзья, братья и сестры. Он нас назвал друзьями, и кого? Тех, кто его слушается, да? Ну и каждый сейчас подумает, слушаюсь ли я, послушник ли я. Дорогие мои, давайте мы сейчас встанем и помолимся. Попросим у Отца нашего, про которого Дух наш говорит нам внутри нас, что это не просто отец, а авва, отче, что в точном переводе севрита означает папочка, папочка. Это очень нежно, это очень мило. Отче наш, дорогой наш Отец Небесный, папочка, мы просим твоего благословения на это собрание. Мы знаем, что ты не просто так нас собрал сюда, ты сам здесь. И ты хочешь творить великие дела. И поэтому Дух Святой сейчас каждого просит привести себя в порядок. И в порядок своих детей. Дети тоже могут слушаться родителей, как и мы слушаемся своего Папу Небесного. Дорогой Господь, твори то, для чего ты послал свое слово и призвал нас собраться здесь вместе. Вместе. Такое удивительное слово. Благодарим Тебя, что Ты так все здорово придумал. Ты изливаешь туда Твою силу, где мы собираемся вместе. Это так здорово. Пусть каждый сейчас ощутит тепло и любовь того, кто стоит справа, того, кто стоит слева. Потому что в нас Ты излился, Христос излился в нас, любовью своей и светом, жизнью своей, своей энергией удивительной, творящей, созидающей. И мы все наполнены ею сейчас. Господи, помоги нам открыть уши, уши сердца нашего, чтобы мы Тебя услышали. Ведь это самое главное сегодня, самое главное на этом собрании. Благодарю Тебя, Господь. Аминь. Садитесь, дорогие друзья. Я сегодня думала, знаете, там какой-то ребенок кричит, обязательно скажите ему, скажите ему, чтобы он потерпел немножко. Дорогие мои, мы собираемся в церковь, чтобы получить новые откровения о любви. Иначе зачем? Что мы еще такого не знаем? Но любовь, она бездонна, она бесконечна. И мы постоянно, и всю вечность будем ее познавать. И сегодня мы хотим познать именно любовь. И если ты получишь откровение и утверждение, что ты любимая, я любимый, то не зря сюда пришел. Покажи на себя пальчиком. Где я у тебя? Вот это я, да? Я любимый, скажи это. Не стесняйся, пожалуйста, соседи. Они тоже это сейчас говорят. Я любимая, скажи это. И пусть эта песня поможет тебе утвердиться. Пожалуйста, Миша. Плещет в берег тихо, И стремясь далеко, Полноводно, чистою слезой Течет река. Зачерпнул мой милый Из того потока, И с его ладоней Пьют свежесть на века. Крепко полюбил, Взор мой обратил, И светильник сердца Моего огнем зажег. Встретились мы с ним, Им живу одним. Он в любовь свою меня Целиком привлек. Зажигал. И по морю желтеющей луны, Как в сказке свет, Дружит он с дною, Кружит над водою, На мечту мою, И на печаль дает ответ. Крепко полюбил, Взор мой обратил, И светильник сердца Моего огнем зажег. Встретились мы с ним, И им живу одним. Он в любовь свою меня Целиком привлек. Помню, что ты любимый, Особенно в трудную минуту, Помню, что ты любимая всегда, Каждый день, каждый час. Ты любимая, Ты любимый. Встретились мы с ним, Встретились мы с ним, Им живу одним. Он в любовь свою меня Целиком привлек. Милый мой, В любовь свою Все меня привлек. Его любви хватит на всех. Его любви хватит, Чтоб излить в тебя столько, Что ты простишь Даже самого заклятого врага, Которого ты не можешь простить Уже лет тридцать. Однажды я взяла пост Тридцать два дня, Я хотела сорок, Но враг, Из-за которого я взяла пост, Остановил меня, Это был директор школы. Я сильно была в обиде на него. Я мучилась полгода. Я ложилась с этим именем И вставала с этим образом. Вот тут. И это была такая мука. Я взяла пост весной. И эта обида ушла навсегда. И не просто так. Он стал моим прекрасным другом, Директор школы. Я была учителем. Дорогие мои, Обязательно нужно это сделать. Начинайте прямо сейчас. Прощаем всех. На кого у нас есть Хоть маленькая-маленькая, Хоть очень большая такая блямба, Уже гниющая обида. Обязательно нужно это сегодня сделать, Дорогие мои, Чтобы стать счастливыми. Сейчас мы будем тренироваться в одном деле. Знаете город Рыбинск, да? Вот в Рыбинском районе Есть деревушка такая, Где родился знаменитейший человек, Которого все знают. Не только мы, Весь мир его знает. Это адмирал Ушаков, Федор Федорович. Адмирал Ушаков из деревушки, Парень из небогатой семьи. Он провел 43 сражения, И ни одного не проиграл. Он не потерял ни одного корабля. Ни один из его подчиненных, Из матросов не попал в плен. Что же это за секрет такой? Да, когда турки выходили в бой, Чтобы сразиться за Крым, И знали, что против них идет адмирал Ушаков, Они без боя уходили обратно в свою страну. Каждый человек, Кто был в подчинении у Ушакова, И лично он сам, Каждый день молился 26-м псалмом. Вот и весь секрет. И прямо сейчас откройте свои Библии, Мы его прочтем. У кого гаджеты, Тоже их включите. А звуки, пожалуйста, Телефонное выключим. Просто повторяйте за мной, Вместе со мной. 26-й псалм. Скажите, псалм 26. Ага. Каждый день, если молиться, То ты будешь побеждать В каждом твоем сражении. В каждом. Господь свет мой И спасение мое. Кого мне бояться? Господь крепость жизни моей. Которые противники и враги мои, Чтобы пожрать плоть мою, То они сами приткнутся и падут. Повторяйте, повторяйте. Очень важно говорить, Не только верить. Верить и говорить. Вот ключ к любой победе. Если ополчится против меня полк, Не убоится сердце мое. Если восстанет на меня война, И тогда буду надеяться. Одного просил я у Господа. Того только ищу, Чтобы пребывать мне в доме Господнем Во все дни жизни моей. Созерцать красоту Господню И посещать храм Его. Ибо Он укрыл бы меня В скинии своей в день бедствия. Скрыл бы меня в потаенном месте Селения своего. Вознес бы меня на скалу. Тогда вознеслась бы голова моя Над врагами, окружающими меня. И я принес бы в его скинии Жертвы славословия. Стал бы петь и воспевать перед Господом. Услышь, Господи, голос мой, Которым я взываю. Помилуй меня и внемли мне. Сердце мое говорит от Тебя. Ищи моего, и я буду искать лица Твоего, Господи. Не скрой от меня лица Твоего, не отрень, А во гневе раба Твоего. Ты был помощником моим. Не отвергни меня, Не отвергни меня и не оставь меня, Боже, Спаситель мой. Ибо Отец мой и Мать Меня оставили меня, Но Господь примет меня. Научи меня, Господи, путям Твоим. И наставь меня на стези, На стези правды ради врагов моих. Не предавай меня на произвол врагам моим, Ибо восстали на меня свидетели лживые И дышат злобою. Но я верую, Что увижу благость Господа На земле живых. Но я верую, Что увижу благость Господа На земле живых. Но я верую, Что увижу благость Господа На земле живых. Надейся на Господа, Мужайся, И да укрепляется сердце Твое, И надейся на Господа. Каждый матрос, Генерал Ушакова, Перед каждым собранием, Хотел сказать, сражением, И каждый день, Утром и вечером, Повозглашал такой псалом. Простой, неграмотный матрос. Мы можем это тоже делать, правда? И тогда мы будем непобедимы. И тогда любые бесы могут сказать, Павла знаю, И вот этого, И тебя назовет, И этого знаю. Чтоб они знали, Кого бояться, И откуда убегать, Если ты туда идешь. А сейчас мы прославим Господа, Встанем, помолимся. Отец, дорогой, Благодарим Тебя, Что Ты так сильно, Сильно, Сильно возлюбил нас, Что отдал самого любимого, Самое любимое, Что у Тебя было, Это Твой Сын. И Ты отдал Сына, Ты договорился с Ним, А Иисус, Благодарим Тебя, Что Ты согласился с Папой, И пошел на эту землю, Так страдать, В эту, Посоревнеясь с небесами, Настоящую Клоаку. Ты пошел, Оставив славу небес, Чтобы здесь пробыть Тридцать три земных года, И за это время Подготовить свой подвиг И совершить его. Причем от слова совершить, То есть Ты все сделал, Все, что нужно, Ты сделал, Чтоб мы были свободны от греха. Ты кровью своей омыл нас, Ты своей смертью искупил, А воскресеньем Своим Ты подарил нам праведность. Ты не просто убрал грехи, А дал нам другую одежду, Одежду праведности. Она стала броней непробиваемой. Господи, помоги нам иметь Сознание праведника. Пусть греховное сознание уйдет. Мы ничего общего не имеем Теперь с грехом, Потому что мы искуплены, Потому что принесена за нас Совершенная жертва. Ее не надо каждый год Приноситель и за каждый грех, Потому что это уже сделал Господь наш, Иисус Христос. А мы сделали его своим Господом. Кто такой Господь? Как ты сказал, Почему вы называете меня Господом, А не слушаетесь? Господи, прости нас. Мы хотим, Мы хотим слушаться Тебя во всем. Мы хотим слышать Твой голос. И мы знаем, Только Ты наше упование. Только Ты наше упование. Мы ни на врачей, ни на таблетки, Ни на людей, ни на ситуации, Ни на погоду не надеемся. Только Ты наше упование. Слава Тебе, Иисус! Слава Тебе! Упование мое, крепость моя, ищи. На Тебя уповало сердце мое, И Ты услышал меня. Только Ты, Господь, Упование мое, крепость моя, ищи. На Тебя уповало сердце мое, И Ты услышал меня. Ты извлек меня из глубокого рва, На камни поставил меня. Новую песню вложил мне в уста, Буду вечно славить Тебя. Ты извлек меня из глубокого рва, На камни поставил меня. Новую песню вложил мне в уста, Буду вечно славить Тебя. Я желаю исполнить волю Твою, Закон Твой в сердце мое. Дух Твой, Благой, доведет В землю правды меня. Я желаю исполнить волю Твою, Закон Твой в сердце мое. Дух Твой, Благой, доведет В землю правды меня. Дух Твой, Благой, доведет В землю правды меня. Только Ты, Господь, Упование мое, Крепость моя ищи. На Тебя уповало сердце мое, И Ты услышал меня. И Ты услышал меня. И Ты услышал меня. О, Господь, Ты нас услышал. Господи, слава Тебе! Благодарим Тебя, Господь, За эту баню, Которую Ты нас сегодня Привел в эту сауну. Ты сегодня нас хочешь омыть. И омываешь Ты обычно Ни наказанием, Ни коленками в горох, Или не ремнем по бобе. Хотя и это тоже иногда бывает. Но Ты омываешь нам С Твоим словом И назвал ее баней водной. Дорогой Господь, Обноми нас сегодня. Помоги мы быть Настолько внимательными, Чтобы услышать Твой голос, Чтобы принять обличение, Принять назидание И обновиться полностью, Чтобы жизнь наша отныне Вот так шла. Вперед и вверх, Ближе, ближе к Тебе. О, обнови меня, Иисус, Не желаю прежним быть. О, обнови меня, Иисус, Своё сердце подарит. Я хочу, чтоб жизнь моя Любви Твоей Озарилась новым сердцем Господь И душа моя теперь Призывая Тебя Измени меня, Господь О, обнови меня, Иисус, Не желаю прежним быть. О, обнови меня, Иисус, Своё сердце подавит. О, обнови меня, Иисус, О, обнови меня, Иисус, Своё сердце подавит. Измени меня, Господь. Хочу, чтобы жизнь моя, любви Твоей, озарилась новым светом, Господь. И душа моя теперь призывает Тебя. Измени меня, Господь. Измени меня, Господь. Измени меня, Господь. О, обнови меня, Иисус. Ты молись, молись этой песни. Говори, если мне от всего сердца, что ты этого хочешь. Ты хочешь этого обыть, я. Убеди, Господь, что ты этого хочешь. Иисус, свое сердце подари. Я хочу, чтобы жизнь моя, любви Твоей, озарилась новым светом, Господь. И душа моя теперь призывает Тебя. Измени меня, Господь. Измени меня, Господь. Я хочу, чтобы жизнь моя, любви Твоей, озарилась новым светом, Господь. И душа моя теперь призывает Тебя. Измени меня, Господь. Просила, измени меня, Господь. Убеди его, измени меня, Господь. Молитвы нашей вседейственность. Это совершенно точный факт. На днях муж мне говорит, ты стала хорошо смотреться. Ты хорошо смотришься в последнее время. Я думала, это комплимент из-за моей одежды или еще чего-то. А вдруг он говорит, ты стала кроткой. Значит, я меняюсь. Потому что кротость, мне кажется, это такой чудесный, такой нежный, такой сильный плод Духа Святого у нас. Давайте будем меняться, дорогие мои. И я тебе сейчас говорю. Я на тебя не смотрю, чтобы ты не стеснялся. Отпусти уже наконец свой грех. Даже он от тебя устал. Отпусти его. И прими эту удивительную свободу. Между тем, как ты примешь решение и примешь свободу, будет некоторый промежуток времени. Это пустыня, это сражение. Но ты потом будешь смеяться, насколько короткий это промежуток времени войны. Насколько была война краткой. Сделай это прямо сейчас. Просто прими решение. И объяви вслух Господа, что я отпускаю. Отпускаю. Всей душой желаю Почти тебя. Почти тебя. Почти тебя. Сердцем всех хвалить и прославлять. Тебя пославлять. Всей своей жизнью Под обвалу. Все, что я люблю, В тебе найду. В тебе найду. В тебе найду. Я сердце своё. Живу. Я живу лишь для тебя. Всей душою моей Я желаю и с тобой. Веди, Господь, меня, лишь Тебе отдаю, я сердце своё, живу лишь для Тебя, всей душою моей я желаю быть с Тобой. Веди, Господь, меня, всей душой желаю почти Тебя, сердце всем хвали и прославляй. Тебя доставляю, всей своей жизнью воздам хвалу. Всё, что я люблю, в Тебе найду. Лишь Тебе отдаю, я сердце своё, живу лишь для Тебя, всей душою моей я желаю быть с Тобой. Веди, Господь, меня, лишь Тебе отдаю, я сердце своё. Живу лишь для Тебя, всей душою моей я желаю быть с Тобой. Веди, Господь, меня. Веди, Господь, меня. Веди, Господь, меня. Всякую зависть. Зависть порождается судом. Дорогие мои, ведь апостол Павел сказал нам, не судите никак. Это значит никого, ни за что, никогда, ни в каком случае. Это значит и себя. Перестань себя судить. Войди в покой Божий, потому что сейчас Он будет говорить к Тебе. И Тебе очень важно услышать. Имеющий уши, да слышит. Благослови нас, Господи. Иметь четыре уха эти и в сердце, пусть все будут открыты. Аминь. Братья и сестры, присаживайтесь. В присутствии Божьем с радостными лицами мы так прославили Бога. Хорошо, достойно, как оно написано в Слове Божьем. От сердца мы прославили вас, благодарили Господа за то, что Он есть, который позволил сегодня каждому из нас прийти на это место. И слава Богу. Я сегодня, конечно, не планировал даже участвовать в прославлении. Но такая честь удалась, что поучаствовать даже в прославлении. Кто был в воскресенье на том собрании? Многие были, да? И интересно, что Бог был здесь и приезжал хороший проповедник. Он говорил Слово Божие. Я думаю, что многие из вас что-то получили в тот день, когда мы молились за друг друга, благословляли друг друга. И каждый из вас что-то взял. Вот кто взял что-то для себя, Слово от Бога? Получили. Я тоже получил Слово от Бога. И я вам скажу, что в то собрание, когда приезжал наш брат, и он проповедовал здесь Евангелие, проповедовал Слово Божие, я сидел на первом ряду, ожидая, знаете, вот есть такой момент в жизни, когда ты немножко останавливаешься и понимаешь, любит ли тебя Господь или не любит тебя Господь, вот все ли я делаю правильно, не все ли я делаю правильно. И знаете, когда тот проповедник в то воскресенье проповедовал здесь на собрании, я сидел внимательно, слушал, о чем он говорит, и вы знаете, я так искренне молился Господу и говорил, Боже, вот яви великую милость свою к сей рабу твоему Божьему Дионисию и проговори мне, что ты любишь меня, не забыл меня, что ты ценишь меня. И знаете, вот я в том собрании молился и говорю, Господи, вот пусть явится чудо Твое, что вот когда пастор будет молиться за людей, ну пусть он какого-то слова мне хоть скажет, что Бог любит тебя и все хорошо у тебя будет. И знаете, вот в надежде от того, что, напомните, мы молились за друг друга, благословляли друг друга, я, ну, играю на клавишах и чувствую, что вот, ну все, благодать Божия прошла мимо меня, и когда брат возложил на меня руки, думаете, что я ожидал, что сейчас он скажет, Бог любит тебя, Бог заботится о тебе, вот. И когда он стал благословлять и говорить, слушай, вот понесешь Евангелие, понесешь будущее поколение, я немножко расстроился, думаю, брат, ну я же ожидал то, что вот сейчас Бог скажет, что любит меня, вот этого я ожидал. И все-таки понимаю, что когда Бог призывает служителя, понимаю, что Бог, когда призывает на какое-то дело, однозначно. Я сейчас переживаю такие мысли в голове, что я понимаю, что вот нынешнее поколение, которое мы живем, оно не так часто слышит Слово Божие, и до Бога им, ну, особо времени нету. И мало есть тех проповедников, которые понесут Евангелие в это общество. И я часто молюсь, Господи, а какое же мое поручение, какое же мое призвание, и как мне дальше быть, как мне дальше жить. Вообще я планировал с семьей своей уехать в Ярославль, но что-то у меня как-то не получается все уехать. Понимаю, что пока нужен здесь, вот, чтобы послужить вместе с вами. И когда он сказал это слово, помолился за меня, я пришел домой и пришел с такими мыслями отчаяния. Я думаю, Господи, так сколько же можно уже служить, дай хоть немножко отдохнуть, дай хоть немножко как-то вот, ну, позагорать на каком-то курорте. И, знаете, молился, молился в печальном сердце и понял, что вот все-таки нужно прожить жизнь достойно, прожить ее для славы Божьей. И я понимаю, что эта жизнь, она временна, и когда ты живешь по благодати Божьей, когда ты живешь по воле Божьей и стремишься исполнить эту волю Божьей в своей жизни, Бог особо наградит такого человека. И, знаете, вот я как нормальный человек, я хочу получить что-то от Господа. Я на том свете, ну, не хочу просто быть, ну, таким пришел и посмотрел на небеса, посмотрел на Бога, на Господа и ничего не услышал в свой адрес. Но мне хочется, как и многим из вас, хочется услышать такие слова от Господа. Брат, вот в малом ты был верен, нам многим тебя поставлю. Вот ты прожил эту жизнь для славы моей, вот войди в радость Господина своего. Кто бы хотел услышать такие слова? Я думаю, каждый бы хотел бы. Когда стал бы предприсутствием Божьим, он бы не хотел, чтобы Бог как-то судил его и говорил какие-то вещи, вот ты там в том грехе повинен, ты в том грехе повинен. Конечно, да, Бог спросит за какие-то наши злодеяния, может быть, частично напомнит брата, почему ты поступил не так, как говорит Слово Божие. И мы дадим отчет, да, в своих каких-то определенных действиях, но благодать Божия, она с нами. Мы знаем, что Слово Божие говорит, если мы исповедуем грехи наши перед Господом Иисусом Христом, то Он, будучи верен и пройден, прощает нам наши беззакония. И так что, братья и сестры, благословляю вас в начале этого собрания, не опускайте руки, служите Господу, идите за Его путями, куда Он говорит вам идти, идите, не бойтесь. И великая награда каждого из вас ждет. Аминь. И, слава Богу, я хотел бы пригласить сейчас наших деток сюда, чтобы мы помолились за них, благословили. Детки, выходите. Вот очень радует, что у нас церковь все больше и больше наполняется детьми. Вот, это благословение действительно, дети это дар Божий. Вот, вот там еще кто-то плачет, это, кажется, детский такой, детский возглас. Он, надо обязательно привести, чтобы мы благословили Его здесь. Где так? Он же дитё? А, ну не дитё, значит, если младенец, не дитё. Хорошо, мы помолимся за Него отсюда. Давайте мы встанем, благословим наших деток. Так, вот, Господи, благодарим Тебя за то, что Ты сам сказал в Слове Твоем, чтобы мы впускали, Господь, приводили детей, чтобы благословлять их. Боже, мы как церковь Твоя, мы как призванный Тобой, Господь, имея вот эту власть и силу благословлять, мы сейчас благословляем наших детей. Мы благословляем их на послушание, мы благословляем их, Господь, на знание Слова Твоего, чтобы там, где они занимаются в воскресной школе, чтобы они не имели уха, чтобы слышать Слово Твое, чтобы с самого раннего, Господь, этого возраста, они принимали Слово Твоему, они принимали благодать Божию. Боже, я знал, что многие бы хотели слышать это Слово, а они слышат. Я прошу, созидай, Господь, в них твои начатки веры. Укрепляй, Господь, здоровьем благословляй, благословляй их родителей, чтобы они были послушны своим родителям, чтобы родители должно любили своих детей и заботились о них. Боже, мы благословляем, как церковь, учителей воскресных школы и благодарим Тебя за все, что Ты делаешь, Господь, в нашей жизни, в жизни наших детей. Я прошу, пусть более и более, Господь, дети приходят в собрание, и родители не стесняются приводить в церковь, чтобы дети слушали Слово Божие. И мы Тебя сердечно благодарим и превозносим наш великий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Детки, бегите на воскресную школу. Слава Господу. Я бы хотел бы, перед тем, как представить нашего гостя, я бы хотел бы сделать небольшое объявление, которое у нас будет. Вы слышали, что в то воскресенье пастор Владимир приходил и делал объявление по библейской школе. Кто записался на библейскую школу? Молодцы. Я думаю, что еще многие из вас должны записаться, и будет благословенное время. Когда мне было лет 14, я закончил эту библейскую школу, получил некое свидетельство. Мне было 14 лет, и я такой юный пошел в эту библейскую школу. Я вам скажу, братья и сестры, если вы не знаете азов Библии, если вы не знаете начатки христианского учения, то обязательно найдите это время. 5 ноября начинается библейская школа, это будет по вторникам раз в неделю. Буквально может быть 2 часа времени, это будет вечером в 18.00 или в 19.00, там точно время уточниться еще. Может быть, да, где-то 3 месяца она проходит? Где-то полгода, да, полгода где-то будет библейская школа. Братья и сестры, я рекомендую, запишитесь, пожалуйста, после собрания. Кто еще не принял твердое решение, примите после собрания записаться в библейскую школу. Вы узнаете все азы, что такое вера, что такое Троица, что такое крещение, и многие-многие другие библейские учения, то, что мы проповедуем, чему учит нас Библия, к чему нас призывают, что можно и что нельзя. Там будут разные учителя, благословенные братья и сестры, братья, которые будут учить нас. Так что запишитесь после собрания. О, у Василия Семеновича, вот, я немножко не утащил, у Василия Семеновича, ну, подойдите, после собрания запишитесь. Еще я хотел сделать небольшое объявление, да, вы знаете, что мы как церковь, мы празднуем праздник Жатвы, и у нас 14-го числа, 14-го октября будет праздник Жатвы, это день благодарения, другими словами, когда мы собираемся здесь, у нас тут будет торжество, и мне бы хотелось бы, да, вот так же призвать церковь, если у Вас есть какое-то назидание для церкви, может, у Вас есть песня или стихотворение, вот, во славу Божию, то Вы можете после собрания подойти ко мне и сказать, брат, вот у нас есть, вот, что сказать, вот есть песня, я бы хотел ее спеть, мы пригласим Вас на неделю, послушаем, но это не, ну, как бы, не, это там, не голос будет, что мы будем Вас прослушивать, да, не кастинг, как бы, да, потому что многие, я однажды был в церкви в одной, и меня, ну, попросили попроповедовать, я вел собрание, один брат подошел и говорит, ну, я хочу песню спеть, я говорю, во славу Божию, он говорит, во славу Божию, я говорю, точно во славу Божию, я не послушал его, и когда он вышел, запел Титаник, я голову опустил, ну, песню из Титаника, я голову опустил и думал, что все-таки лучше бы я его послушал, красиво пел, но не назидание для церкви, так что, если у Вас есть песня, то обязательно подойдите после собрания. Завтра у нас молитвенное собрание, также приходите в 18.30 здесь на это место, вот, пока извините, братья, хочу Вас немножко расстроить, сейчас наберусь немножко силами, и мы однозначно начнем в скором будущем братское общение. Я знаю, что это важно, сестры нас опередили, провели первый в этот сезон, открыли, однозначно мы в скором будущем, я думаю, до Нового года мы однозначно с Вами встретимся, пообщаемся и будем благословением друг для друга, вот. И, в принципе, пока объявлений таких нету. И сейчас бы я хотел пригласить гостя нашего, это пастор из Баптистской церкви, я его давно знаю, также с 14 лет, можно сказать, когда мне было 14 лет, мы с ним первый раз увиделись, он еще был молодой, вот, еще был не пастор, просто был помощником церкви, и вот он сегодня пришел, чтобы поделиться с нами Словом Божиим, и давайте откроем наши сердца, чтобы слушать и внимать Слову Божьему. А вот сам представился. Братья и сестры, ну я у вас, мы уже у вас бывали, я у вас уже проповедовал, я вот не помню. Сегодня я тоже буду с Евангелия... Меня звать? Да, Александр меня зовут. Я буду читать с Евангелия Теана. Знаете, начну с того, что, вот, вообще, самое главное, вот, для меня цель на земле здесь, уподобиться Господу Иисусу Христу, да, чтобы отобразить Его в нашей жизни. Как я могу Его отображать в своей жизни? Я могу попытаться своими силами Его как-то отображать, чтобы, ну, попытаться вот все силы приложить, чтобы быть похожим на Христа. Но если во мне не будет Христа, во мне самом, то что бы я ни делал, как бы ни пытался это сделать, как бы изобразить, что ни пытался, у меня ничего не получится. Вот здесь принцип «друг моего друга мой друг» не прокатывает. Потому что я не могу, не могу знать Христа через кого-то. Он должен быть лично моим другом. Лично я познаю Его через Писание. Вот Слово Божье открывает много очень истин каждому из нас. Если мы внимательно читаем, если у кого есть Библия, откройте, Евангелие от Иоанна. Я прочитаю сначала отрывок, он будет большим, а потом мы будем с вами размышлять. Очень много истин, которые здесь сокрыты. Всем известна история, 11 глава. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги его волосами своими. Сестры послали сказать ему, Господи, вот тот, кого ты любишь, болен. Иисус, услышав то слово, сказал, это болезнь не к смерти, но к славе Божьей, да прославится через нее Сын Божий. Иисус же любил Марфу и сестру ее и Лазаря. Когда же услышал, что он болен, то пробыл два дня на месте том, где находился, а после этого сказал ученикам, пойдем опять в Иудею. Ученики сказали ему, Рави, давно ли иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда. Иисус отвечал, не двенадцать ли часов по дне, кто ходит днем, тот не спотыкается, потому что видит свет мира сего, а кто ходит ночью спотыкается, потому что нет света с ним. Сказав это, говорит им потом, Лазарь, друг наш, уснул, но я иду разбудить его. Ученики его сказали, Господи, если уснул, то выздоровеет. Иисус говорил о смерти его, а они думали, что он говорит о сне обыкновенном. Тогда Иисус сказал им прямо, Лазарь умер. И радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, иначе называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Иисус пришед, нашел, что он уже четыре дня во гробе. Вифания же была близ Иерусалима в стадиях в пятнадцати, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему, Мария же сидела дома. Тогда Марфа сказала Иисусу, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Но и теперь знаю, что чего ты попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит ей, воскреснет брат твой. Марфа сказала ему, знаю, что воскреснет воскресение в последний день. Иисус сказал ей, я есть воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, оживет. И всякие живущие и верующие в меня не умрет вовек, веришь ли сему? Она говорит ему, так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. Сказавши это, пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Иисус еще не входил в селение, но был на том месте, где встретила его Марфа. Иудеи, которые были с нею в доме, утешали ее, видя, что Мария поспешно встала и вышла, пошли за нею, полагая, что она пошла на гроб плакать там. Мария же, пришедший туда, где был Иисус, и увидевший его, пала к ногам его и сказала ему, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. И Иисус, когда увидел ее плачущую, пришедших с нею иудеев плачущих, сам воскорбел духом и возмутился и сказал, где вы положили его? Говорят ему, Господи, пойди и посмотри. И Иисус прослезился. Тогда иудеи говорили, смотри, как он любил его. А некоторые из них сказали, не мог ли сей, отверший отче слепому, сделать, чтобы и этот не умер? Иисус же опять, скорбя, внутренне подходит ко гробу, то была пещера, и камень лежал на ней. И Иисус говорит, отнимите камень. Сестра умершего Марфа говорит ему, Господи, уже смерди, ты бы четыре дня, как он во гробе. Иисус говорит ей, не сказал ли я тебе, что если ты будешь веровать, увидишь славу Божию? И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. И Иисус же возвел отче к небу и сказал, отче, благодарю тебя, что ты услышал меня. И я знал, что ты всегда услышишь меня, но сказал это для народа здесь стоящего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом, Лазарь, иди вон. И вышел умерший, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком, и Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Вот такая вот, братья и сестры, история. И когда читаешь, если вдумчиво читать, то действительно как-то дрожь такая проходит. Думаешь, как же так, какую силу имел Христос, что мог вот так вот запросто приходить и даровать жизнь человеку, который уже умер. Но предлагаю вам с самого начала 11 главы. Глава начинается с таких слов. «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Марфа и Мария, сестра ее». А ниже чуть-чуть, евангелист Иоанн, уточняет и говорит, это были люди, которых любил Иисус. Марфу любил, Марию любил и Лазаря. Написано, что он любил их. Как же так получается? Вот вопрос, я специально не готовился вот как бы к этому собранию. Эта проповедь давно уже у меня была, готова, как-то размышлял все, даже не один год, наверное, уже. И посмотрите, вопрос, какой возникает сразу у человека, который первый раз сталкивается с Евангелием. Как же так? Человек, которого любил Иисус, был болен. И мало того, что он был болен, он еще и умер в скором времени. Где же был Иисус, когда вот Лазарь болел и умирал? Как же так выходит, что человек, который находится как бы вот такой близости с ним, да знаком с ним, попадает в такие стесненные обстоятельства, попадает в такое бедствие такое, и это бедствие приводит его к смерти. Ну не должно так быть, не правда ли? По-человечески так не должно. Если мы любим кого-то, ну дети наши, кто-то еще, да, мы сделаем все, чтобы скорби их как бы уменьшить, чтобы не было болезни, да. Но вот если мать, отец видят, что ребенок болен, что они делают? Во что бы то ни стало, лечат как-то лекарства, врачи, но только чтобы он не болел, только чтобы не страдал. И вот здесь тогда возникает вопрос, как же так, где же был Христос? И может быть по незнанию и непониманию кто-то скажет, наверное он не знал, наверное он не слышал, наверное он что-то упустил, но может ли такое быть? Каждому из нас вот надо вопрос самому себе задать и честно ответить. У нас в жизни часто бывают моменты, которые мы не можем контролировать. Нам кажется, что вот так и так будет, что вот так и так, вот уже план готов и все будет хорошо, а идет совсем не так. И порой даже знаете у людей такой крик что ли, господи где же ты был? Господи как же ты допустил это? Господи что же такое делается? Ну не должно быть вот с этим человеком так. Вот когда вот читаешь, размышляешь, можно вспомнить знаете праведного Иова, который со страниц Евангелия, со страниц Библии нам такой пример оставил. Человек, знающий Бога, человек, чтущий Бога. Благочестивый человек, благочестивость которого сам Бог отмечает. Попадает в такие стесненные обстоятельства, что казалось бы все. Наверное, вот со стороны посмотреть на него можно сказать, наверное, не такой уж он и благочестивый. Вот это первая мысль, которая к каждому из нас должна прийти бы по-человечески. Наверное, все-таки этот человек что-то заслужил. Наверное, вот как друзья его, которые были просто люди, пришли к нему и увидели это бедствие. Что-то здесь не так. Или Бог что-то упустил, или может быть Иов был не так хорош, как на самом деле. Итак, вернемся к Лазарю. Был болен некто Лазарь, Лазарь, которого любил Иисус. Вы знаете, Бог свою любовь к человеку проявляет порой очень непонятными нам способами. И мы вот когда встаем на колени, просим, например, утром там, или как, просим, Господи, благослови меня. Я хочу, Господи, чтобы Ты присутствовал сегодня в жизни моей. Что мы вкладываем в эти слова? Ну, наверное, точно не то, чтобы вот сегодня я заболел, да? Чтобы что-то у меня случилось. То есть благословение, каждый из нас понимает, как что-то приятное, что-то хорошее, что-то, может быть, даже физическое, материальное. Кто по-духовнее воспринимает его, как что-то духовное. Но так или иначе, благословение, я никогда не вкладываю в что-то такое плохое, что может расстроить меня, что-то может меня как-то поприжать, планы мои нарушить. Я воспринимаю благословение не так. Но Евангелие открывает нам, что когда Господь посещает человека, это не всегда приятно. Порой Господь посещает и начинает обрезать человека. Порой Господь посещает человека и посылает в его жизнь такие обстоятельства, что вот такой возглас, он вырывается. Господи, где же Ты? Как же жить дальше? Господи, неужели Ты не видишь? Сестры Марфа и Мария посылают ко Христу гонцов сказать о том, что Лазарь, тот которого Ты любишь, болен. Как вы думаете, Христос знал, что Лазарь болен? Конечно, знал. Он знал про этих гонцов, он знал про чувства этих сестер, он знал, что скоро они придут и скажут ему. Он знал все это, он прекрасно понимал. И вот приходят эти люди и говорят ему, вот тот, кого Ты любишь, болен. Вот тот, кого Ты любишь, терпит страдания. Он, что должен сделать Христос? Вот по-человечески. Бежать туда бегом, да? Как осла там скоростного. Ну что-то такое, чтобы скорее, скорее туда, скорее туда, чтобы помочь этому Лазарю. Но Христос поступает весьма странно. Два дня, написано, пробывает он на том месте и только потом идет туда. И когда приходит, вот заметьте, если внимательно читать Евангелие, одна из сестер говорит ему, Господи, уже четыре дня, как он во гробе. Два дня пробыл, четыре дня. То есть он уже умер уже в то время, уже пока, может быть, гонцы эти приходили. Христос прекрасно все знал. Но по-человечески это непонятно. Может быть, он где-то помедлил. Может быть, было не то время. Братья и сестры, дорогие друзья, вот первый момент, который хотелось бы отметить, что в жизни человека, каждого человека, благословение Божие и присутствие Божие проявляются весьма разными способами. Не всегда это вот приятно, как я уже говорил, не всегда это радостно. Господь посещает человека, и человек прекрасно понимает, что это Господь. Случилось что-то, да? Как-то, ну, что-то, неприятность какая-то, и ты понимаешь, это Господь настиг меня. Это Господь. Один брат у нас в церкви был, он как-то, в общем, рассказывал такую историю. Он понимал уже, что он работает на грани, потому что начал как-то обманывать людей, борзеть уже, как он сам выражался. И я, говорит, понимал, что скоро Господь меня покажет. И когда, говорит, он ехал на машине, и навстречу ему выехал КамАЗ, или он ему навстречу, и он под этот КамАЗ залетел, и он, говорит, в тот момент, когда вот он понял, что он живой, он понял, что это Бог его посетил. Вот приятное посещение, неприятное. Бывает, посещают, что как-то, знаете, радостно, а бывает вот так, и ты понимаешь, что это Господь. Это Господь. Ну, как важно слышать голос Божий, как важно быть внимательными к тому, что говорит Господь. Говорит по-разному, еще раз повторюсь. Второй момент, который хотелось бы вам акцентировать вот на этом. Смотрите, у Господа на все свое время. Нам кажется, что Господь должен бегом бежать туда, в Вифанию, чтобы скорее исцелить Лазаря, чтобы помочь ему, чтобы он восстановился, чтобы радость. Слава Божия, Христос два дня пробывает на том месте, когда узнал об этом. У Бога на все свое время. Вспомните, Христос идет с учениками, видит смоковницу в листьях, и подходит к ней, ищет плода, и не находит. И говорит, что отныне никто не будет вкушать от тебя плода. Смоковница на следующий день засыхает, ученики смотрят, засохла смоковница. И там уточнение такое есть. Было еще не время собирания смоков. Помните, да? Какая странная вещь, да? Зачем Христос подходит в не в то время к дереву и ищет там плодов? Вот это с нашим местом Писания, которое мы сейчас читаем, очень сопоставимо. У Бога на все свое время. Нам кажется, еще не время. Нам кажется, вот-вот. Нам кажется, сейчас Господь ждет. Господь ждет два дня, Господь ждет год, где-то еще ждет, где-то еще ждет. У Него на все свое время. Мы смотрим по-человечески, и нам кажется, что мы командуем своим временем. Я распределяю свой план, как-то, может быть, кто-то записывает, что-то делает. Но на самом деле Господь царствует над этим временем, и Господь знает, когда прийти в нашу жизнь. Господь знает, когда указать помощь, а когда не оказывать ее. Нам думается, что если Он нас любит, то Он должен немедленно исполнить то, о чем мы просим Его. А у Господа на все свое время. И порой кажется, что вот почему Лазарь умер? Христос говорит, для славы Божьей. Вот еще третий момент, который бы хотелось бы уточнить. Иисус сказал, что это болезнь не к смерти, а к славе Божьей. Дорогие друзья, может ли несчастье, которое приходит в нашу жизнь, какое-то испытание, какое-то, знаете, такое, ну не знаю, быть к славе Божьей? Я вам скажу, что может. Я вам про одну сестру расскажу. Она живет в поселке Хохлова. Я уже тоже давно ее знаю. Она инвалид. Ей как-то в молодости сделали функцию, брали со спинного мозга. И у нее отнялись ноги. Она еле ходит по квартире, живет с мужем. Но вот в таком состоянии она покаялась, обратилась к Господу. Уверовала в Него искренне. И раньше она проводила собрания по часу дома одна. Она читала Евангелие, молилась, спела песни, как-то стихи рассказывала. Потом два часа. А теперь она проводит собрания каждый день. Каждый день и вот постоянно. Останавливаясь только что, чтобы там попить, поесть что-то такое. Постоянное пребывание в общении с Богом. Постоянная молитва. Постоянная молитва за других. Вы знаете, вот в таком состоянии можно было бы сказать, Господи, ну где ты есть? И не прославить его. Можно было бы роптать и говорить, Господи, ну почему ты отнял у меня ноги? Я вам просто еще один пример. Еще одного человека. Тоже человек болен. Болезнь такая как бы неизлечимая, но может затихать. И он во что бы то ни стало хочет, чтобы Бог его исцелил. Вот постоянно такой, почему Бог меня не исцеляет? Почему вот такое в моей жизни происходит? Два человека, которые веруют в одного Бога, но две разные реакции на одну и ту же проблему. Один человек славит Бога в том состоянии, в котором он находится. Другой не может успокоиться от того состояния, в котором, как он думает, он попал случайно. Господь помещает нас в различные обстоятельства. Господь знает, что в нашу жизнь допустить. И Господь знает, как даровать нам силы преодолеть эти трудности и испытания. Помните, в Священном Писании написано, что и даст нам сил, чтобы мы могли, но при искушении даст нам силы, чтобы мы могли перенести. Не оставит нас Господь и не покинет. В любых ситуациях, в любых обстоятельствах будет рядом с нами. Итак, болезнь к славе Божией. Господь желает, чтобы мы, где бы ни находились, в каком бы состоянии ни были, уподоблялись бы Ему и прославляли бы имя Его Святое. Каким образом? Становились бы все больше и больше похожи на Него. Трудность похожими на Христа. Радость похожими на Христа. Какое-то непонимание, неприятие гонят нас быть похожими на Христа, чтобы прославить Его от тех обстоятельств, которые Он нас помещает. Итак, Христос говорит, пробывает там два дня, потом после этого говорит ученикам, пойдем опять в Иудеи. Ученики говорят Ему, Рави, давно ли Иудеи искали побить тебя камнями, и ты опять идешь туда? Вот стихи, которые открывают характер Христа, братья и сестры. Куда шел Христос? Туда, где Его хотели побить камнями, где уже пытались побить Его камнями, и где однозначно Его опять захотят побить камнями. И Он говорит ученикам, пойдем опять в Иудею, пойдем туда. Они как люди, правильно ставят вопрос, они говорят, давно ли Иудеи искали тебя там побить камнями, и ты туда опять идешь. Кому нам приятнее всего проповедовать Слово Божье, рассказывать истину, кому? Кто слушает, кто нам не аплодирует, но кто по крайней мере принимает, кто скажет нам спасибо. А если люди нас не принимают, если над нами смеются, если люди над нами, знаете, пальцем у виска крутят, за спиной как-то гадости какие-то говорят, вот пойдем мы к таким людям или нет? Я думаю, что навряд ли, потому что все мы люди, если со Христом, если мы смиримся пред Богом, если мы будем иметь с Ним вот это общение близкое, вот тогда может быть еще силы у Него будем черпать, чтобы идти. Без этих сил, без Христа никто из нас не пойдет туда, где нас не будут любить. Нам проще рассказывать Евангелие там, где нас любят, где нас принимают. И пускай даже, может быть, и Евангелие не будут принимать, но главное, чтобы нас принимали, вот тогда нам легче гораздо. У меня на работе был человек один, давно это было, я думал, вот этому человеку я точно не хочу рассказывать Евангелие, настолько он был противен мне, ну как вот по-человечески просто, ну такой негодяй в общем. Ну может быть и я был не лучше, потому что вот у меня такое настроение было христианское, да? Но я думал, вот кому бы я стал рассказывать, но только не ему, я не хочу там его видеть, когда еще в рай придем. Но он и не воспринимал это, но вот это ясно показывает, что не способен человек сам по себе любить своих врагов. Вы помните заповедь блаженства, да? Любите врагов ваших на горную проповедь, да? А если вы их не любите, что вы делаете такого особенного? Вот Христос шел туда, где его терпеть не могли. Приходил в синагоги, где его гнали, приходил в те места, где его камнями били, где его называли, говорили, что в нем бес сидит. Он туда вот целенаправленно шел. Ученики этого не понимали, у них были другие планы. Они говорят, куда же ты идешь, Господи? А он шел туда, где был нужен. Знаете, пускай Господь нас благословит, чтобы мы понимали свое призвание и то, к чему нас призвал Господь. И искали бы силы, все-таки у Христа. Искали силы, чтобы он помог нам. Потом Христос говорит им о том, что Лазарь, друг наш, уснул, открывает им истину, говорит, что он умер. Тогда Иисус сказал им прямо, это уже 13 стих. Лазарь умер, и радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали, но пойдем к нему. Тогда Фома, называемый Близнец, сказал ученикам, пойдем и мы умрем с ним. Вот тоже интересное место священного писания. Когда про Фому мы читаем в Евангелии, что мы вспоминаем? Фома неверующий. Вот почему-то в русском языке, у русских такое, что Фома, так обязательно неверующий. Иуда, ладно, предатель как бы, но Фома всегда неверующий. Почему? Это основано на месте священного писания, что когда Христос явился ученикам, Фома не поверил. Посмотрите, что нам Иоанн открывает, любимый ученик Христа, близкий ученик Христа. Он говорит, когда Христос сказал, пойдемте туда, Фома сказал такие слова, пойдем и мы умрем с ним. Думаете, он шутил? Или может быть он был действительно готов пойти за своим учителем до конца, пожертвовать, вот так вот собой сказать, ну пойдем, не бросать же Христа одного, да? Он идет туда, и мы пойдем умрем с ним. Такой вопрос для каждого из нас возникает сразу, чтобы мы, не надо на него вслух отвечать, сами себе, братья и сестры. Чему готовим мы свои сердца, когда читаем Евангелие, когда молимся? Если вдруг возникнут какие-то гонения, трудности, скорби, если какие-то переживания возникнут, и надо будет делать выбор между Христом и чем-то земным, чем-то таким мирским, может быть, таким, знаете, незначимым, что мы выберем? Однажды пастор спросил одну сестру, что вот если будут как бы заставлять там с работы уйти, вот скажут, что надо бы работу оставить, или Христа, или работу, вот ты что выберешь? И он никак не ожидал, что она скажет, что ну я еще не знаю, наверное, все-таки работу. Понимаете? Понимаете? Но смешно, но сколько вот нас вот таких вот скрытых любителей своей работы, скрытых любителей своего образа жизни, когда придет время вот делать выбор четкий, ясный и понятный, буду ли я готов к этому, выберу ли я правильно, выберу ли я Христа на самом деле, или может быть я начну сомневаться и думать, что же мне выбрать, что же делать теперь, как быть, вот такой выбор. До этого меня к этому никто не призывал. Посмотрите, что получается. Когда человек в малом верен, он верен во многом. Как готовиться к тому, чтобы сделать правильный выбор? Быть сегодня верным в малом. Что значит для меня и для каждого из нас быть сегодня верным в малом? Когда я читаю Евангелие, я проявляю верность в этом вопросе. Это верность, да? Если я читаю его постоянно, ненасколько, если я осознаю, что через него мне Господь говорит, если я молюсь с постоянством, хожу на собрания, общаюсь с верующими, это все верность, братья и сестры, которую мы можем проявлять каждодневно. Вот в таких простых вещах, но когда придет тот момент, когда надо будет делать серьезный выбор, для меня не станет это таким тяжелым выбором, потому что я готов, я верен в малом. Пускай Господь нас благословит в этом, чтобы мы вот, как Фома, могли вот так вот сказать, пойдем и мы умрем с ним. Пойдем, не важно, что будет, не важно, что там меня выгонят откуда-то, не важно, что про меня скажут, не важно, пойдем и мы с ним. Вот Фома был готов на это. Я не знаю, стоит ли его после этого неверующим называть. Это уже каждый из нас, пускай, думает над этим. Итак, Иисус пришед, нашел, что Лазарь уже четыре дня во гробе. Ифания же была близ Иерусалима в стадиях 15, и многие из иудеев пришли к Марфе и Марии утешать их в печали о братьях. Марфа, услышавши, что идет Иисус, пошла навстречу ему. Мария же сидела дома. Как вот так вот Марфа, сидя там дома, могла услышать, что идет Иисус? И заметьте интересную деталь. Где Марфа встретила Иисуса? Он еще не зашел даже в селение, да? Но она уже как-то каким-то образом поняла, что он пришел и пошла навстречу ему. Пошла навстречу, знаете почему? Потому что ожидала встречи с ним. Тот не пропустит явление Христова, тот не пропустит, когда Христос придет и будет стучать к нему в сердце, когда он будет говорить, не пропустит тот, кто будет ожидать этого. Если я вот встаю утром, да, и размышляю о Христе, размышляю о Евангелии, размышляю о том, что Он скажет мне сегодня, как мне быть сегодня, да? Я ищу совета какого-то у Него, я никогда не пропущу. Стучащий ему отворят и ищущий находят. Но если я буду к этому сердце свое наклонять, если мне будет все равно на то, что Христос говорит мне, раз и два и три, если для меня Слово Божье, оно будет в стороне, вот просто я к нему даже и обращаться не буду, ну, редко обращаюсь, неважно мне, что там говорится. Может быть, его кто-то там написал, люди написали, знаете, всякие мысли у людей возникают, то я никогда не услышу голоса Божия. Вот Марфа нам пример хороший оставляет. Христос подходит к селению, она выходит и бежит вперед, встречает его там. Встречает для чего? Чтобы получить утешение, чтобы получить радость от печали. Вот житейская такая ситуация, да? Умер человек, умер брат у него. Тревога, печаль, что делать дальше, как же так, да? Множество вопросов. И она не пыталась искать эти ответы вот на эти вопросы где-то на стороне. Она ждала Христа, ожидала, находилась в печали, но прекрасно понимала, что когда Он придет, Он даст ответы на ее вопросы. Если в жизни нашей есть у нас вопросы, я думаю, что они есть у каждого, какие-то тревоги, сомнения, может быть, вы знаете, ответы дает только Христос. Только Христос через Слово Свое, через людей, которые в церкви, Бог говорит по-разному. Бог написано многообразно, говорящий отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в Сыне Его, да, в Иисусе Христе. Как мы познаем Христа больше и больше преображаемся в Его образ? Через Слово Его. Если мы Слово Его не читаем, мы никаким образом не услышим голос Его. Мы не преобразимся в Его образ, если не будем черпать вот из Слова Божьего и не узнавать, каким Он был на самом деле. Итак, Марфа вышла навстречу ко Христу, прибегает к Нему и говорит такие простые слова, которые действительно для человека естественные слова. Она говорит, Господи, если бы Ты был здесь, не умер бы брат мой. Господи, если бы Ты был здесь, как важно присутствие Божье в нашей жизни. Вот подумайте о своих переживаниях. У кого-то дети неверующие, у кого-то родственники неверующие, кто-то, ну, разные обстоятельства. Если бы Господь был здесь, Он бы утешил нас. Если бы Господь был рядом с нами, мы бы знали, для чего это происходит. Как важно нам искать вот этого присутствия Божьего постоянно, постоянно прибегать в общение, к Нему бежать, бежать туда вот, в собрание бежать, к Слову Божьему бежать, чтобы знать, и чтобы не печалиться, не тревожиться зря. Есть моменты в нашей жизни, которые мы не можем изменить, которые происходят, потому что Господь допускает. Но как важно понимать, для чего Он допускает эти моменты. Вот для Марии, для Марфы, не было пока открыто это. Она говорит, Господи, вот с такой, как бы, тоской такой, если бы был Ты здесь, брат бы мой не умер. Ну и теперь знаю, что если чего попросишь у Бога, даст тебе Бог. Иисус говорит, воскреснет брат твой. Марфа сказала Ему, знаю, что воскреснет. Воскресение в последний день. И вот эпогея вот этой вот беседы. Иисус сказал ей, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек, веришь ли сему?» Братья и сестры, как надо нам верить во Христа? Как надо нам верить в силу Его? Вот посмотрите, он обращается к Марфе и говорит, «Я есть воскресение и жизнь, верующий в Меня, если и умрет, оживет. И всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек». Серьезные слова, и очень надо сильно верить, чтобы понять вот это вот на самом деле. Всякий живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Немножко о другом я вам скажу, что, ну тоже относительно этого. Вот посмотрите, получается, вот для Бога есть люди живые, а есть люди неживые. А мы смотрим на всех, как на живых. В чем разница? Одни имеют Духа Божьего, одни имеют с Богом отношения. И эти для Бога живые. Бог даровал им жизнь. Другие вроде живые, вроде ходят, ездят, работают, что-то еще делают, детей растят. Но с Богом никаких отношений не имеют. Христос, когда приходит в жизнь человека, Он дает жизнь. Он дает вот эту истинную жизнь, которую никто не отнимет. Он дает то, чего никто не может дать, и ничто не может дать. Никакая философия. Он восстанавливает разрушенное. Он восстанавливает мертвое. Он оживляет то, что умерло уже на самом деле. Я есть воскресение и жизнь. Веришь ли сему? Братья и сестры, дорогие друзья, верите ли сему? Христос говорит, я есть воскресение и жизнь. И это настолько важно для каждого из нас. В нем жизнь, в нем воскресение. И наша жизнь здесь на земле не заканчивается могилой. Не заканчивается. Потому что дальше будет жизнь со Христом. Вот когда посещаем старец церкви, есть уже такие сестры преклонного возраста, 95 лет, 93 года. На самом деле, и они очень здравые, вот духовные люди. Почему? Потому что они читают Евангелие. Когда вот одна сестра ушла в вечность уже, но она не была здраво духовной, потому что она мало читала Евангелие. Очень важно читать Евангелие. И я с ними разговариваю, они говорят, как бы нам хотелось уже умереть и быть со Христом. Умереть, потому что, если бы они не понимали вот этого стиха, есть воскресение и жизнь, да, если бы они не осознавали, что после смерти будет другая жизнь, ну кто бы хотел умереть тогда, да? Ведь смерть это конец, кажется. Вот люди, не знающие Бога, как это воспринимают? Это конец, это все. Это, это, ну все. Тебя больше нет. Христос говорит, что я есть воскресение и жизнь. И тот, кто верует в меня, если и умрет, оживет. Пускай Господь нас благословит, вот в уповании, вот в этом, чтобы мы твердо верили и имели эту твердую веру. И на вопрос, веришь ли сему твердо, вы могли сказать верую. Верую всему, что написано в Евангелии. Верую всему, что говорят апостолы, говорят ученики, говорит Слово Божие. И даже если кажется, что этого не может быть, вот как в этой ситуации, да, умер Лазарь. И этого не может быть по-человечески. А я все равно буду верить и надеяться на Христа. Она говорит ему так, Господи, я верую, что Ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир. И это говорит уже другой человек. Это говорит уже человек, не удрученный печалью, не с тоской в груди. Она получила уже ответы, она получила уже утешение у Христа. И что она делает дальше, братья и сестры? Куда она пошла? Она пошла к сестре своей. Пошла туда, потому что та переживала, та была в скорби, та еще не знала, что Христос пришел. Никакой надежды нет. Он умер, все. И она говорит ему, сказавши это, она пошла и позвала тайно Марию, сестру свою, говоря, учитель здесь и зовет тебя. Она, как скоро услышала, поспешно встала и пошла к нему. Две сестры, да? Две разные немножко реакции. Та узнала, что Господь пришел, это еще не знает. Печаль, скорбь приходит к Иисусу и говорит ему те же самые слова, Господи, если бы ты был здесь, не умер бы, брат мой. Только разница в том, что той уже Христос открыл эту истину о воскресении, а это еще в печали находится. Пока Христос не откроет нам истину, сердце наше будет исполнено печалью. Печалью от грехов наших, от осознания жизни, не вот такой, как сказать, беспомощной, потому что не можем мы сами по себе свою жизнь исправить. Никто не может сделаться лучше, вот пред Богом, как-то праведнее себя представить, чтобы посмотреть, Господь и сказал, о, ты действительно многого достиг, ты стал совершенным, не бывает такое. Только с Ним, только с Иисусом Христом я способен меняться, меняться для Бога, меняться так, как Он хочет. Итак, Христос, когда увидел Ее плачущую, и пришедших с Нею иудеев плачущих, Сам воскорбел духом и возмутился, и сказал, где вы положили Его? Говорят Ему, Господи, пойди и посмотри, Иисус прослезился. Вот, Слово Божие говорит нам, что Иисус прослезился. Его человеческие качества были явлены этому миру наряду с Его божественными качествами. Для того, чтобы понять вот нас с вами, да, вот помните, как в послании к евреям написано, что он был искушен во всем, и он уподобился братьям настолько, что прекрасно понимает наше состояние. И вот то, что он прослезился, показывает, что ему были не чужды вот эти переживания. Он мог бы, знаете, как отмахнуться, ну как, вот по-человечески, отмахнуться рукой, не знающий смерти, да, понимающий, что одним словом может воскресить человека, отмахнуться рукой, сказать, так ничего страшного, сейчас мы его поднимем. Но он прослезился, потому что переживал. И знаете, вот для нас это должно быть утешением. Христос знает наши внутренние сокровенные переживания, Христос знает нашу жизнь, и когда мы плачем о чем-то, и кто-то пытается нас по-человечески успокоить, говорит, да не плачь ты, Христос больше, Христос знает, почему мы плачем. Христос испытывал те же самые чувства. Христос вообще три раза плакал в Евангелии, кто помнит где? В саду Гефсиманском, вот здесь, и еще одно место Священного Писания, когда Христос в Иерусалим входил, помните, да? И вот когда-то я читал такую интересную проповедь, там было написано, что Христос к людям относится вот так вот. Он плачет о городе, он плачет в Гефсиманском саду, о всем мире, и плачет в могилу Лазаря об одном человеке. Каждый из нас дорог и ценен в глазах Христа. И он не смотрит на нас вот в той массе, вот как бы вот за весь мир, да? Христос знает отлично. Вот помните Нагорную проповедь, которую я уже упоминал, Слово Божие говорит, что «А у вас и волосы все на голове сочтены». Не должно ли это быть для меня и для каждого из нас вот таким вот утешением, благословением Христос знает меня по имени. Христос плачет обо мне, когда я грешу. Христос плачет не только обо мне и о детях моих плачет. Он желает дать спасение, Он желает жизнь принести, Он ищет этой возможности. Открою ли я Ему свое сердце? Открою ли я дверь? В откровении написаны такие слова «Я стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой, откроет дверь, войду к нему и буду вечерить с Ним и Он со мною». Господь желает изменить мою жизнь. Господь желает полностью изменить ее и все, дать новую жизнь человеку. Он не меняет старого, Он убирает старое и дарует новое. И Он желает это сделать. И так Он прослезился, когда иудеи говорили «Смотри, как Он любил Его». А некоторые из них сказали «Не мог ли сей, отверзший отче слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Иисус, опять скорбя, внутренне подходит ко гробу, то была пещера и камень лежал на ней. Иисус говорит «Отнимите камень». Сестра умершего Марфа говорит ему «Господи, уже смердит, ибо четыре дня как Он во гробе». Вот немножко на этих словах остановлюсь, на словах иудеев, которые сказали «Не мог ли сей, отверзший, отче слепому, сделать, чтобы и этот не умер?» Конечно мог, конечно мог, но важно понимать, что у Бога есть на все свой план. И этот план не всегда с нашим планом совпадает. Мы как молимся порой, напишем свои планы у себя на бумажке, в разуме своем и говорим «Господи, благослови вот это, вот это и вот это». Благослови, потому что у меня есть такие планы, как-то сопоспешистуй, помоги. Братья и сестры, дорогие друзья, как знаете, есть такое высказывание «Хочешь насмешить Бога, расскажи Ему в своих планах?» Потому что у Него есть план на все в нашей жизни. Ничего не случается в нашей жизни такого, чтобы Он не знал, если чтобы Он не присутствовал где-то рядом с нами, когда что-то произошло. Нам кажется, что Он далеко от нас, ну не мог ли Он сделать? Вот Он столько всего делал, мог бы и сделал бы, если бы это входило в Его планы. Как правильно молиться каждому из нас? Действительно говорить в молитве «Господи, да будет на все воля Твоя, как молился Христос». При этом понимая, что воля Его может быть нам не понравится. Потому что Христос никак... Он помните, как сказал «Меня гнали, будут гнать и вас». То есть я не хочу, чтобы меня гнали, но если я буду молиться «Господи, да будет воля Твоя явлена в моей жизни», кто знает, как победит меня Господь. Вот со своей стороны я должен просить у Господа сил смиренно, чтобы Он помог мне в любых обстоятельствах славить Его. Что бы ни случилось в моей жизни, Господи, дай мне сил, чтобы я шел за Тобой верно, чтобы я никуда не сворачивал, чтобы был готов, как Фома сказал, пойдем и мы умрем с ним. Не важно, что будет. Главное, чтобы Ты был со мною. Давид в одном из псалмов сказал такие слова «Вот горе мое, изменение десницы Всевышнего». Он не говорил о том, что горе мое, когда там проиграю войну, когда близкие... Ну как, он об этом тоже говорил, но самое... Он такое говорит «Сокровенное горе мое, когда Бог изменяет ко мне десницу свою». То есть, когда меняется отношение Божие ко мне, когда оно меняется, когда грех входит в мою жизнь. Когда грех приходит, Бог отходит в сторону. Когда я допускаю грех в свою жизнь, тогда Он в стороне, я отставляю его в сторону. Пускай Господь поможет нам, чтобы мы действительно пребывали с Ним в общении. Считаем дальше, братья и сестры. Итак, Иисус говорит ей «Не сказал ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божью?» И так отняли камень от пещеры, где лежал умерший. Иисус же возвел отче к небу и сказал «Отче, благодарю тебя, что ты услышал меня». И я знал, что ты всегда слышишь меня, но сказал это для народа, здесь стоявшего, чтобы поверили, что ты послал меня. Сказав это, он возвал громким голосом «Лазарь, иди вон». И вышел умерший, оббитый по рукам и ногам погребальными пеленами, и лицо его обвязано было платком, Иисус говорит им «Развяжите его, пусть идет». Не говорил ли я тебе, что если будешь веровать, увидишь славу Божию? Как часто, братья и сестры, чтобы видеть славу Божию, нам не хватает простой детской веры. Есть моменты, которые воспринимаются только верою. Вопросы духовные, вопросы, может быть, даже где-то и физические, простые вопросы, но нам кажется, что вот этого точно не может быть. Вот этого человека Господь точно не изменит. Он настолько уже прожжен совести своей. Я не могу измениться, я не могу оставить грехи свои. Если будешь веровать, звучат слова Христа, увидишь славу Божию. Славу Божию в своей жизни, во всех проявлениях жизни. Господь проявляется в нашей жизни по-разному, и в каждой сфере жизни. Он желает изменить меня полностью, но для этого нужна вера, живая детская вера, доверие вот такое полностью, чтобы, знаете, вот как, когда вот идешь с ребенком, ведешь его за руку, он, ну, практически маленький ребенок, вот когда он смотрит под ноги себе, когда его родители за руку ведут? Да никогда не смотрит. Почему? Ну, потому что его ведут за руку, да? Он идет, ноги переставляют, где-то начинают падать, его раз вот так вот приподняли, через лужу перенесли, и дальше поставили, он дальше идет, идет, идет. Вот такого доверия Господь ждет от каждого из нас. Взять за руку Христа, образно выражаясь, идти с Ним, чтобы, чтобы действительно не отпускать, чтобы в трудностях, в каких-то переживаниях где-то отвернулись в сторону, а за руку все равно держим. Вот такого желает от нас Господь. Если будем веровать, увидим славу Божию. И это, братья и сестры, не только в отношении нас с вами, это в отношении наших семей, наших детей, наших неверующих родственников. Если будем веровать, увидим славу Божию. Но здесь есть один секрет. Есть, знаете ли, вера Божия, как написано в Слове Божьем, а есть вера бесовская. Я не буду сильно сейчас об этом говорить, но самое главное, вера Божия в нашей жизни производит неизменные, как сказать, не неизменные, а необъяснимые изменения в моей жизни. Если я имею эту веру Божию, я буду меняться посредством этой веры. Если я искренне верую во Христа, я буду обязательно похож на Него. Если я называю Его Отцом по вере, я верую, что Он Отец мой Небесный. На кого похожи дети? На своих родителей, правильно? Плохо, когда дети похожи на кого-то другого, но вот у верующих порой так бывает. Мы говорим, что мы дети Божьи, но в то же время похожи на кого-то другого. Похожи наши поступки, наши действия, наши привычки говорят совсем о другом. Вот тогда придет исцеление в нашей семье. И вот тогда мы увидим славу Божию, когда будем иметь веру Божию, когда мы будем меняться посредством этой веры. Живая вера изменяет человека изнутри. Человек начинает меняться изнутри, меняется все внешнее, меняется все вокруг обстоятельства, даже какие-то меняются. И Господь дает четко ясное понимание, для чего все это происходит. Вот тогда изменяется все вокруг меня, когда я имею веру Божию. И так Христос говорит, отвалите камень от гроба, да? Уже был и камень привален, все, крест поставили на Лазаре братья своем, запечатали гроб его. Вот что-то похожее было со Христом. Положили во гроб, камень привалили огромный, все, нету больше ничего, ни Христа, умер, распят. Вот тут что-то похожее происходит. Посмотрите, он говорит, отвалите камень. Сестра говорит, Господи, уже смердит, уже смердит, но не надо туда лезть. Я понимаю, что ты говорил мне, да? Я понимаю, что верующий, если умрет, оживет, что если будешь веровать, увидишь славу Божию, но она говорит ему, вот просто из человеческих таких размышлений, Господи, уже смердит. Четыре дня, как он во гробе. Я думаю, не надо нам говорить о том, что значит вот это выражение уже смердит. Лазаря больше не было там на земле. Там было тело, которое уже настолько претерпело изменения, что уже по-человечески восстановиться просто не могло. Необратимые процессы, которые у нас еще как бы в нашем климате еще какое-то время придерживаются, то там, на Востоке, когда жарко, когда тепло, когда духота, они происходят настолько быстро, что за четыре дня тело уже начинает разлагаться. И вот в тот момент приходит Христос. Он приходит к той пещере, где лежит Лазарь, который уже смердел. Братья и сестры, дорогие друзья, посмотрите, что происходит в нашей с вами жизни. Мы вот так же, подобно Лазарю, каждый из нас смердел где-то в своей пещере, но пришел Христос и даровал каждому из нас освобождение. И даже если люди ставят крест вот на другом человеке, говорят, что ему не помочь, он уже все уже, уже смердит, все уже, нет надежды для него, приходит Христос и дарует жизнь. Он для того и пришел, чтобы имели жизнь и жизнь с избытком, чтобы помочь человеку, чтобы как-то обновить его. Он говорит, Лазарь, выйди вон, разве может такое быть? И вот чудесное дело происходит. Лазарь, который лежал спокойно и разлагался уже, вдруг восстанавливается, начинается, ну, обидеться сердце, начинает кровь по желам течь, силой мышцы наполняются. Его не вывели под руки, Он вышел сам. Христос, когда исцеляет человека, вот так вот, духовно, в первую очередь, исцеляет человека, дает ему что-то новое, Он настолько его изменяет, что просто смотришь, иди, удаешься. Ведь это тот человек, который недавно еще смердел, умирал, все, ничего у него не было. Сколько таких случаев, вот так вот, можно вспомнить в нашей жизни христианской, пока мы, будучи верующими, видели такие моменты, когда Бог брал ничего не значущее, не стоящее, которое уже было близко к смерти, брал семьи, которые были разрушены, брал все это и восстанавливал. И выходил человек, обитый пеленами еще этими, да, еще непонятное что-то, но Господь творит из человека подобного что-то новое, что-то такое живое, в коем Дух Божий пребывает. Напомню вам одну историю. Христос идет с учениками и видит прокаженного. Прокаженный, не подходя ко Христу, обращается к Нему и говорит, Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Можешь меня изменить, другими словами, можешь, если хочешь. Почему такие слова он сказал? Почему этот прокаженный, обращаясь к Спасителю, ко Христу, говорит, если хочешь, Господи, можешь меня очистить? Потому что не знал он, что Христос для того и пришел, чтобы невидящие видели, да, и чтобы прокаженные очищались. Не знал он, что пришел он для таких людей, для простых, обиженных, униженных, каких-то, где-то обделенных всем, для того, чтобы восстановить жизнь человека. Пришел для того, чтобы вот Лазаря этого поднять, вызвать из могилы. И вышел, написано, умерший, обитый пеленами, погребальными. Все, даровал ему Христос новую жизнь. Братья, сестры, сказал Христос, и выше умерший, обитый по рукам и ногам. Иисус говорит им, развяжите его, пусть идет. Развязывает Христос тех, кто связан. Из темницы выводит тех, кто запер там. И самое главное, наверное, знаете, из греховной темницы. Потому что не всегда меняются наши внешние обстоятельства жизни. Не всегда меняется то, что вокруг нас. Но меняется внутренность человека, меняется настолько, что человек уже не хочет и не может просто вернуться к обратной жизни. Мы ездили, вот знаете, есть у нас остров огненный, там сидят пожизненные заключенные. И вот среди этих пожизненных заключенных есть люди, которые искренне уверовали во Христа. Ну вот на самом деле, они имеют Христа, они имеют свидетельство о спасении, о вечной жизни. Они радуются, они молятся. Вот вы, ну нам сложно это представить, человек запертый вот в этой камере. Одного спросил я, сколько вы тут уже находитесь? Он говорит, 24 года, другой 26 лет. Вот представьте себе, помещение, ну вот их по социальным показателям верующих садят в одну камеру. И они там радуются. Радуются от того, что Христос их спаситель. Мы разговариваем с ними, давно это уже было, сейчас запретили ездить туда вот таким образом. Сейчас по-другому братья у нас ездят. Но тогда, когда спрашивали, они говорят, мы не выйдем отсюда никогда. Они понимают, это прекрасно, но есть Тот, Кто нас освободил, есть Тот, Кто даровал нам свободу. Вот на нас стоял крест, а теперь Господь сделал так, что мы ожили. Вот та темница разрушена. И сколько таких примеров? Пускай Господь каждого из нас благословит, чтобы мы внимательно Слово Божие читали и эти примеры для себя постоянно брали. Это кладезь, братья и сестры, пускай Бог благословит. Аминь. Благодарю, что я в 14 лет познакомился с этим братом. Хорошее слово для назидания. Действительно, мы получили большое благословение. И я бы вкратце хотел подметить те истины, о которых пастор Александр говорил, говорил о том, что действительно Христос сопереживает нашим проблемам, Христос сопереживает нашим трудностям. И как бы вы ни говорили, что Христос забыл меня, оставил меня, Он как-то может быть не обращает на мою проблему, на мою, может быть, ситуацию в моей семье, на ситуацию на работе или еще. Христос переживает и Христос плачет. И в действительности, когда читаешь Евангелие и задумываешься, как Бог мог заплакать, но Он действительно сострадает в сердце, ну, нашим нуждам, он сострадает нашим каким-то трудностям, он не то что смотрит, знаете, с такого высока и думает, вот ты болеешь, мучаешься, и он с такой улыбкой смотрит на тебя, вот по заслугам ты заслужил, нет, Христос сострадает, он переживает, и в действительности я много провожу общение с людьми, и я вижу, как люди нуждаются в Христе, нуждаются в исцелении, нуждаются в том, чтобы Бог прикоснулся, Бог пришел в жизнь, и вы знаете, когда благодать Божья является в жизни людей, приходят перемены, я могу, ну, в действительности написать книгу, в которой бы, ну, может быть, превзошла бы том Льва Толстого, да, «Войну и мир», о тех свидетельствах, да, когда люди исцелялись, когда наркоманы, знаете, вот по статистике многие говорят, что, ну, бывших наркоманов не бывает, меня не переубедишь в этом, я видел людей, которые оставляли наркотики, я видел разрушенные семьи, когда Бог восстанавливал, но вопрос в чем? Вопрос принятия воли Божьей, способен ли ты сегодня принять волю Божью в свою жизнь, потому что, когда ты принимаешь волю Божью в свою жизнь, ты понимаешь, что тебе нужно поступать по-другому, я помните, однажды рассказывал притчу интересную, когда человеку, ну, одному брату нужно было принять волю Божью, он хотел выйти, хотел жениться, и вот однажды, молясь, да, у него было две ситуации, вот он знал, что у него предстоит ему путь, что нужно выбрать спутницу жизни, и он любил очень Машу, и, ну, вот, и была у него Катя, которая тоже нравилась ему, и вот он молится, говорит, Господи, благослови, пожалуйста, что пусть будет воля Твоя, вот сейчас запрягу, говорит, ну, лошадей, сяду, говорит, на это, на лошадь, и вот если воля Твоя, вот покажи мне волю Твою, вот если, а Маша жила на горе, а Катя жила под горой, и вот куда, говорит, лошади пойдут, там пусть будет воля Твоя, и вот он заплек этих лошадей, сел на нее, а любил больше, я хочу подметить, любил больше Катю, которая живет под горой, и вот когда лошади пошли, и они поднимаются, поворачивают туда на гору, к Маше, и этот брат, он резко заудила хватает, тын туда тянет, как бы в сторону под горы, и говорит такие слова, Господи, пусть будет воля Твоя, а Катя моя, вот, понимаете, и не всегда человек способен принять ту волю Божью, которая Бог, есть какое-то определенное желание, какие-то определенные свои потребности, а воля Божья говорит по-другому, воля Божья направляет тебя в другие русла, в другие какие-то степи, и не каждый человек способен принять волю Божью. Однажды мне сказали, ну, я четко понимал, что мне нужно идти в армию, но ни один нормальный человек, да, вот в России парень, да, он всегда ищет, как бы закосить, ну, от армии, я был один из них, но я взмолился, говорю, Господи, ну, пусть будет воля Твоя, идти мне в армию или не идти мне в армию, вот, по воле Божьей я пошел в воинскую часть, и по благодати Божьей, я даже, я вам скажу, что вот я набрал там до 70 килограмм, это было самое благословенное время, что я был не такой, как сейчас, я жене, когда показываю свою фотографию, она говорит, я тебя не узнаю. Я говорю, ну, на казенных харчах, да, по воле Божьей, да, все было хорошо, вот. И я понимал, что я обслужил в федеральной части, это была часть, где была закрыта она, и я вам рассказывал это свидетельство, когда 700 солдат слышало Евангелие, и когда мне разрешали, вместо того, чтобы проводили курс молодого бойца, мне разрешали говорить слово Евангелие, и люди слышали о Христе, может быть, первый раз в своей жизни они услышали Евангелие и слово о Христе, но это было благословенное время. И еще я хотел подметить, друзья, интересную мысль, которую говорил Александр, и мы будем молиться, еще у нас не все, у нас будет сегодня благословенное время, время поздравления, не убегайте, вот. И хочу подметить интересную мысль, которую говорил Александр, он говорил, слово Божие, что кто из вас вот искренне может сказать, ожидаю ли я сегодня Христа, ожидаю ли я сегодня присутствия Божьи, готов ли я сегодня встретиться со Христом. Знаете, один пастор в одной церкви как-то проповедовал на тему, что, ну, о том, что Христос придет. И он говорит, готовы ли вы, ждете вы ли Христа? И он стал проповедовать из книги Откровения, он говорил, что последний взов будет, труба заиграет, труба затрубит, вот, и Христос явится. И вот он проповедует Евангелие, проповедует о последнем времени, что Христос придет. И он был хитрый пастор, он посадил другого брата на крышу этого здания своей церкви и дал ему трубу. Вот, и знаете, когда он проповедовал Евангелие, он сказал, говорит, ну, после таких слов, когда я, ну, скажу, ты, говорит, затруби. Вот, и понимаете, вот церковь сидит, он проповедует, что Христос придет, готовы ли все, аллилуйя, аминь, кричат, готовы, готовы. И труба как заиграла, все, как сидели, так и сидели, понимаете, никто даже не засуетился, Христос идет. Вот, и тот вопрос к нам каждому, готов ли я встретиться со Христом? Готов ли я сегодня, что Господь придет и заберет меня, да, на небеса к вечной жизни? У меня есть знакомая, вот я служил в церкви в Архангельске, в Северодвинске, у меня оттуда жена, вот, и там была сестра, и буквально, может, 40 лет, да, сейчас бы исполнилось. И вот мне жена недавно, ну, сказала, позвонила, говорит, ну, что, отошла к вечность. И, знаете, я немножко, как бы, расстроился, с одной стороны, 40 лет, и вот, ну, такая ситуация. Но с другой частью, да, как бы, своего мышления я понимал, что человек, знающий Христа, знающий Бога, опять же, это воля Божия, да, мы понимаем, как верующие люди, что она произошла в их жизни. Но меня одно порадовало, что это сестра, я ее знал хорошо, ну, я общался с ней, она действительно любила Христа, она действительно любила Господа. Я, знаете, так немножко, ну, всплакнул, как бы, я мало плачу, но тогда я всплакнул, вот, но с другой стороны я порадовался, что она действительно была готова встретиться со Христом. Она действительно сейчас на небе, я верю, что благодать Божия посетила ее, и она встретилась со Христом, и настанет день, может быть, и я через лет 80 встречусь с ней, вот, ну, я так планирую. Вот, и, братья и сестры, ожидайте Христа, ожидайте, и пусть благодать Божия, она будет с вами. Пользуясь случаем, да, хочу передать привет от нашего пастора, вот, он действительно любит нас, благословляет, молится, и, вот, ну, это действительно благодать, что он откликнулся на Божий призыв. Он слышит, принял волю Божию в свою жизнь, и он служит в нашей церкви, и проповедует Евангелие. Это действительно благословенное время. Я предлагаю сейчас, братья и сестры, чтобы мы встали, помолились, поблагодарили Господа за это собрание, за слово, которое мы сегодня слышали. Вот, и прежде чем мы, ну, мы помолимся, да, я бы хотел обратиться к церкви, к Дому Божьему. Если есть люди, которые никогда из вас не принимали Господа своего, как своего спасителя, то мы сегодня будем молиться. Мы сегодня будем молиться здесь, если вы действительно хотите примириться со Христом, если вы действительно хотите, чтобы Господь воскресил сегодня вашу жизнь, чтобы Господь сегодня воскресил ваши какие-то отношения в семье или еще что-то. Вы можете прийти, мы помолимся вместе с вами и поблагодарим Господа. Давайте сейчас просто помолимся, закроем глаза и поблагодарим Господа за это собрание. Боже, спасибо Тебе за это время, когда мы могли, Господь, снимать Слово Твоему. Боже, я прошу Тебя, Владыка неба и земли, сотворивший небо и землю, благослови нас, каждого стоящего здесь, чтобы мы, Господь, с радостью принимали, Господь, волю Твою, и были открыты, Господь, для Слова Твоего, были открыты для Евангелия. Боже, я прошу Тебя, Господь, пусть Слово Твое, оно каждодневно, Господь, звучит на наших устах, чтобы мы не оставляли Слово Твое, не оставляли живое Евангелие, не оставляли молитву, Господь, не оставляли поклонение Тебе. Боже, я прошу Тебя, Господь, за церковь Твою, за дом Твой, за людей, у которых может сейчас, Господь, которые сейчас, может, находятся на грани какого-то кризиса, Господь, где уже, может, смердит, Господь, от греха, от каких-то отношений, может, в семье неправильных И в каких-то других сферах мы просим Тебя в единстве, в молитве, в согласии, Господь, чтобы Ты воскресил, Господь, чтобы Ты пришел в жизнь каждого, Господь, кто нуждается в Тебе. Мы просим, чтобы Ты посетил, Господь, измученный, Господь, чтобы Ты посетил больных, может быть, и тех, кто находится в какой-то нужде. Боже, мы соглашаемся сейчас в Церковь Твою, Господь, Твоей молиться, Господь, за эти нужды. Кто нуждается в исцелении, Господи, мы просим Тебя, исцели. Кто нуждается в восстановлении финансовой какой-то поддержки, Господь, в жизненном какой-то обстоятельстве, нуждается в Слове Твоем, Боже, мы просим Тебя, восстанови и дай Слово Твое. А мы, единый Бог, мы прославляем Тебя и благодарим за это время. За это время благоприятно, когда нас не гонят, когда нам дают, Господь, спокойно проповедовать Евангелие, читать Слово и собираться во имя Твое. Боже, мы прославляем Тебя, мы возносим Твое святое имя, Господь. И прими, Господь, от нас вот эту благодарность, Господь, что Ты, Господь, достоин славы, Господь и поклонения. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Братья и сестры, присядьте ненадолго. А, давайте, не присядьте, у нас есть сестра, которая, давайте мы помолимся вместе с церковью. Есть еще кто, кто хотел бы помолиться молитвой покаяния, принять Иисуса Христа как своего Господа и Спасителя? Вы можете после собрания подойти, если вы стесняетесь сейчас выйти, вы можете после собрания подойти сюда, мы помолимся вместе с вами. Вот, и поблагодарим Господа за благодать и милость. Нет таких? Спасибо. Спасибо. Давайте помолимся вместе за сестру нашу Калину. Господи, спасибо Тебе за сестру, которую Господь сейчас принесла, Господь, на жертвенник, Господь, с этими словами, Господь, она приняла Тебя как Господа и Спасителя. Мы благодарим Тебя, потому что Слово Твое говорит, что радуются небеса об одном кающемся грешнике. Мы благословляем, Господь, всю ее жизнь, мы благословляем ее на всех путях. Мы просим, сохрани ее во славе Твоей, Господь, сохрани ее от всякого греха. И пусть с этого дня, Господь, ее жизнь поменяется, Господь. Пусть с этого дня ее жизнь будет лучшей, Господь, и она пускай воздает Тебе всю славу и честь. Благослови ее семью, ее родственника, Господь, и все сферы ее жизни. Младыка неба, благодарим Тебя и превозносим. Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Слава Господу. Братья и сестры, присядьте. У нас будет сейчас Вероника. Добрый день. С середины августа и в сентябре, кажется, у тебя было день. Поздравляли? Мы не поздравляли? Да? Я 1 августа, но у меня здесь не было. А, конечно, тогда, конечно. Нет, кого не было, тоже выходите. Вы что думаете, мы, жалко, подарок два раза вручить, что ли? Нет? Так. Ну, представьтесь, все, выходите, не стесняйтесь. Да почему вы стесняетесь? Это вторая часть гордыни. Стас, ты выходил? У моего брата природился племянник. А я еще не видела. Выходи. Выходи, пожалуйста. Тем более, не благословляли. Плакал малыш, это мой брат. Брат. Божий брат. Ну, представьтесь, пожалуйста, как вас зовут и сколько вы с Богом? С тазутом. И малыша? Дядя. Сколько в Боге? Ну, так принято по традиции. Полный. Я 10 лет. Меньше. Нет, ты же меня встречала. Нет. Или я тебя... Ладно. 10 лет. 10 лет. Передавайте микрофончик. Как зовут-то вас? Валентина. Валентина, 10 лет. А меня Андрей зовут, 3 года. Ира, 5. Елисей, 23. Леонид, 6 лет. Татьяна, 2. Спасибо. Поздравляем! 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 Я думала, думаю, что сначала мы вручим вам подарочки с молитвами, а потом, наверное, вам не очень комфортно стоять, и можете присесть, да? Да? Пока я пою, хорошо? А, любые вообще. Только, да, любые, любые. Федюшка, это тебе. Да, я думаю, вам не очень комфортно стоять, так присаживайтесь, пожалуйста. С днем рождения вас! Да, да, спою. А, подождите, не уходите! Пожалуйста, вернитесь, Денис помолится за вас. Я еще не очень умею. Давайте помолимся. Господи, благодарим Тебя, Господь, за наших именинников, Господь. Благодарим Тебя за то, что они не только родились, Господь, в этот мир, чтобы, Господь, они и так же родились духовно, Господь. Мы благодарим Тебя за это, что многие, Господь, это 20 лет, 2 года, Господь. И это великая слава Твоя, Господь. Мы превозносим Тебя и величаем, благодарим за то, что есть такие люди, которые, Господь, здесь. И мы радуемся вместе с ними. Мы просим божественным благословениям, чтобы Ты благословил их, благословил их семьи, благословил их работы, благословил все сферы их жизни, чтобы они не оставляли Твои пути, Господь. Чтобы они не оставляли Святой Евангелие, чтобы они не оставляли Слово Твоё. Чтобы они пребывали, Господь, в Слове Твоём. Мы вот этим благословением благословляем их. Благословляем быть всегда послушными Слову Твоему. А мы, Владыка Неба, Тебе воздаём славу, честь и поклонение Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Извините. Ну и хочется прочитать стихотворение такое. Ну почему именно его? Потому что если бы в этой церкви не было Соломанского, не кормили бы здесь бомжечков, если бы здесь не было заключённых нарко-алкозависимых, то я бы никогда не пришла в эту церковь. И я благодарю Бога, что есть такой священник, который, может, я всю жизнь искала, который похож на Иисуса Христа поступками. Ну и все его приближённые. Волнуюсь так. Ах, если бы сегодня Христос жил на земле, летал на самолётах и ездил по стране, ходил бы по дорогам, встречался бы с людьми, обедал и общался, играл бы он с детьми, его бы приглашали и звали на расхват. И каждой этой встрече, наверное, был бы рад. Готовились бы церкви к торжественному дню и, думаю, по-царски составили б меню. И мы бы ждали очень, когда же к нам зайдёт. Старались бы в собрании садиться наперёд. Мы б с музыкой встречали, украсили бы стол, салютами б стреляли, а он бы к нам зашёл. Какую б выбрал церковь, кто праведнее всех И кто б из всех зовущих в расчёте на успех, Он не пошёл бы в церковь и в гости б не спешил, Направился туда же, где раньше он ходил, Поехал бы в притоны, Спускался бы под мост И в жаркую погоду, и в лютый бы мороз, Искал бы тех погибших, Кого забыли мы, Кто просто растворился в объятиях темноты. Порой мы больше ценим, Смотря со стороны, Не души, а наряды, Не жизни, а мечты. И если бы сегодня ходил Бог по земле, Дороже всех сокровищ, Он оценил бы тех, Кого не ценят люди, Обходят стороной, А многое другое назвал бы пустотой. Потому что ко мне Бог пришёл, Ну, 10 лет будет 1 января, В образе двух наркозависимых ребят, Которые сказали, Пошли со мной и подарили мне безусловную любовь. Никогда не думала даже, Логике не поддаётся мышлению. А можно ещё одно стихотворение? Просто благодарность Богу. За всё тебя благодарю за жизнь чужую, С днём рождения всех и свою, За свет, За книги, За добро, За каждой жизненный урок, За то, Что солнца ярок свет, За то, Что в сердце боли нет, За те цветы, Что под окном, Цветут всё ярче с каждым днём, За море нежную волну, За теплоту гитарных струн, За каждый сказочный закат, За то, Что сладок виноград, За то, Что в нас надежда есть, За то, Что добрых слов не счесть, За вдохновение, За мечту И за природой красоту, За то, Что я дышу, Пою, За то, Что каждый миг ценю, За всё, За всё благодарю, Мой Бог, Я так тебя люблю. Ну и песню, И вам исполню, Главное, Чтобы Денис не смотрел в пол, Потому что, Ну эта песня ассоциируется у меня, Конечно же, С Богом, И с Божьей любовью, Потому что, Ну мы всегда ищем любовь, И настоящую любовь, Она реально без Бога, Потому что просто так, Даже любимого мужа, И там сына, Невозможно любить без Бога, Ну всегда раздражение. Ну и меня радует то, Что как бы, Ну я не одна, Как многие мои там говорят, Ку-ку с Богом, А что нас миллионы. Люди так не похожи, Разные их пути, Но ты пришел в этот мир не один. Люди ведь знать не могут, Что ждет их впереди, Но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, Поднимая взгляд в небеса, Слышим их голоса. Это люди вновь и вновь Ищут на земле любовь, Нас миллионы. До реки от берегов, Верят, что найдут любовь, Нас миллионы. Ты не опустишь любви, Ты не свернешь пути, Но ты пришел в этот мир не один. И когда мы ищем ответы, Поднимая взгляд в небеса, Слышим их голоса. Это люди вновь и вновь Ищут на земле любовь, Нас миллионы. И далеки от берегов, Верят, что найдут любовь, Нас миллионы. И когда мы ищем ответы, Поднимая взгляд в небеса, Субтитры создавал DimaTorzok Нас миллионы божьих детей Субтитры создавал DimaTorzok Да святится имя Твое Да приди к царству Твое Да будет воля Твоя Ну с миром Божьим, братья и сестры Аку?